Дорогие друзья, сегодня не будет формального вступления, которым я начинаю свои рассказы. Не будет шуток и улыбок, потому что я сегодня расскажу об одной из самых важных книг, написанных в начале 21 века, в конце 20-го, начале 21 века, об одной из самых страшных книг, которые мне довелось читать за всю свою жизнь. Я не имею в виду сейчас, конечно, художественную литературу, потому что последние свидетели, Алексеевич, допустим, разрывают душу на части. Это невозможно читать, но это было в 41-45 годах. Это было очень давно. То, что описано в этой книге, происходило совсем недавно. Происходило с людьми такими же, как мы с вами, которые тоже жили абсолютно мирной жизнью, не интересовались никакой политикой и не знали ничего, ни о чем, что происходит вокруг. К сожалению, это все закончилось абсолютно страшно. Итак, дневники Полины Жребцовой, которые изданы под названием «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники. 1994-2004 год». Это очень важная книга. Ее бы раздавать бесплатно всем тем, кто кричит, агитируя за войну. Здесь маленькая девочка, несовершеннолетняя, которая писала этот дневник, разумнее этих самых взрослых, отвечающих за вопросы не только безопасности и государственной важности, но и за всю жизнь вокруг нас, несущих за нее ответственность. Вот она говорит, что, цитируя слова Цицерона, «Самый плохой мир лучше самой хорошей доброй войны». И это действительно так. И эти чеченские дневники – это свидетельство, документальное свидетельство того, что происходило. Значит, необходимо сперва изложить несколько фактов. Это очень важно. Во-первых, это не литературно обработанный текст. Как оно было записано детской рукой, в полутьме, при коптилке, потому что никакого электричества зачастую не было, значит, на каких-то клочках бумаги, в тетрадках, которые чудом уцелели. Потеря шариковой ручки останавливала запись дневника, потому что вторую, в развалинах, где они жили, найти было просто невозможно. Эти дневники охватывают в данном издании около 10 лет. Примерно с 9-ти летнего возраста маленькой Полины до ее 20-летия. Значит, в оригинале этого текста добровалось бы примерно на три таких тома. И, конечно, его пришлось сокращать. От самого раннего детского возраста, детских составов, примерно 10-15% текста, как уведомляет об этом автор. Потому что это реальный дневник. Он содержит бытописание, он содержит какие-то важнейшие для маленькой девочки события в ее жизни. Но вряд ли вы будете продираться сквозь десятки и десятки страниц, потому что дальше дневник содержит такие вещи, которые не должны вообще никогда были бы записаны быть на бумагу, ни чьей рукой, ни детской, ни взрослой. И, в общем-то, долг любого уважающего себя человека все свои силы приложить, чтобы этого больше никогда нигде не было. Неважно, какого цвета, на каком языке дети вот такое записывают. Неважно, где это происходит. Вот дневники Полины Жеребцовой не содержат ни грана политики. Это тщательная фиксация. Она всю жизнь добила дневники. Она об этом многократно писала, говорила в своих интервью. Такой способ самоощущения, такой способ мироощущения ребенка с самых детских лет. Есть прецеденты, есть великолепные литературные дневники, которые вошли в историю литературы и культуры. Есть великолепные свидетельства, которые навсегда служат уроку человечеству. Я не буду упоминать ни Анну Франк, не буду останавливаться ни на рассказах, записанных Светланой Алексеевичем. Но я хочу сказать, что это действительно так. Это свидетельства, которые должны быть всеми прочитаны. В этих дневниках вы не найдете никакой политики. Но если маленькая девочка записывает, что Ельцин начал против нас войну, что бы ему? Неужели это никто не редактировал? Вы же понимаете, да? Неужели с нее можно спросить за непонимание, скажем так, международной ситуации или политической? Здесь нет никаких обвинений или восхвалений в сторону воевавших на той или на другой стороне. Отличились все. И те, и эти. Потому что мирное население страдало гораздо страшнее, чем любые погибшие по военному долгу. И ты это осознаешь со всей неопровержимостью, только читая то, что пришлось записать маленькой девочке в этих дневниках. Потому что это чудовищно. Это вообще не должно никогда происходить. Почему так получилось? Как вообще дневники возникли? Значит, два слова о названии. Муравей в стеклянной банке – это реальная запись из дневника, значит, маленькой Полины в самом начале о том, как она поймала муравья, посадила в стеклянную банку и ожидала, что он будет строить муравейник, красивый, как дворец, да? Вот там в банке. Но он почему-то не захотел, не смог. Вот так и человек пойман в стеклянную банку своих обстоятельств, своих собственной судьбы. Они не могли никуда уехать, потому что им не было куда уезжать. Не было родственников, не было тех, кто мог помочь, или они не знали о них, да? Они не хотели никуда уезжать. Это был родной город. Отца у Полины не было, а мама была русская, и они были там изгоями. Оскорбления и угрозы, с которыми они сталкивались постоянно на протяжении многих лет, наводят на мысль, что они вообще чудом выжили. Так и есть. На самом деле это уникальный случай. Все абсолютно, кто могли бежать, все бежали. Причем независимо от национальности. Здесь в книге постоянно это упоминается, потому что это было в разговорах взрослых, ребенок все это записывал. Там есть ингуши, там есть калмыки, там есть чеченцы, там есть русские, там есть казаки, кто угодно. Это был многоциональный город, как, собственно, и весь Советский Союз. И вот что произошло. Я не буду останавливаться на тех описаниях, которые считаются 16+, и наиболее страшными. Они не являются какими-то выдающимися по своим художественным достоинствам. Ребенок не мог все это расписывать. Он чисто фиктирует, как и кого и где убило. Рядом с ней что происходило. Люди гибли каждый день, выходя за водой. Люди гибли каждый день, находясь в собственных квартирах. На первых же страницах дневника мы считаем о том, как погиб дедушка при бомбежке, в которой врачи убежали, спаслись, когда начался обстрел, а больные остались в палатрах. Он там погиб и лежал несколько дней. Его нельзя было даже достать оттуда из-за стрельбы и похоронить. И это, конечно, страшные вещи. Мама Полины, конечно, человек не совсем эмоционально здоровый и вменяемый. И эти следы тоже сохранились. И в поезде Полины Жеребцовой ослиная порода о собственном детстве. И в чеченских дневниках. Но надо понимать, что вообще, в принципе, неприменимы стандартные... К человеку, пережившему такое, неприменимы стандартные наши мерки и рамки. Ну и до всяких военных событий ее мама отличалась вздорным нравом, жестким характером, тяжелым очень. И несмотря на то, что это был очень добрый человек, они с Полиной, в отличие от многих других, которые... А ребенок все это совершенно без всяких обвинений очень честно фиксирует. Грабят все. Грабят военные, грабят соседи, грабят бывшие милиционеры, разные люди при власти и при бизнесе. Грабят самые простые, грабят даже старики, вывозя на саночках, значит, волоком, вытаскивая имущество из запустевших квартир. Либо разбомбленных, либо хозяева которых убиты. А они с мамой помогали кому-то. И это действительно зафиксировано точно так же бестрепетной детской рукой, без малейшего желания покрасоваться и без малейшего желания похвастаться этим. В этом смысле, конечно, это было уникальное тоже поведение. Но вот все это отходит на второй план перед основной идеей этой книги. Она человеческий документ. Там много всего намешано. Там много всего происходило. Взгляд одной маленькой девочки, конечно, не отражает никакой объективной исторической реальности. Но он отражает одну единственную мысль. Этого не должно было случиться. И это не должно случаться никогда и нигде. Это одна из самых сильных антивоенных книг, которая написана вообще за всю историю человечества. Это одна из самых сильных антивоенных книг, которые вы можете прочитать на русском языке. И это одна из самых антивоенных книг, которая только может испортить пропаганду всем тем, кто сталкивает людей, национальности и государства. А люди это делают специально, потому что, по известной поговорке, кому война, а кому мать родна. Потому что люди очень-очень хорошо понимают свою выгоду. И после нас хоть трава не расти, вот она и не растет во многих местах, где прошла война. Чудом эти дневники уцелели. Там есть один эпизод, когда соседа чуть не расстреляли боевики, которые тоже вел дневник, нашли его записи, прочитали про себя, и уже собрались перестрелить старика. А он сказал, а вы дальше переверните страницу, прочтите там про русских военных. Они читали и смеялись невероятно. Настолько виртуозны там были ругательства, и настолько были описаны кошмарные и смешные одновременные эпизоды. Ушли, оставили старика в покое, но дневник забрали на память. Вот этот дневник никто не забрал на память. Мы можем его прочитать. Это действительно документ. Полина сейчас живет в Финляндии. Естественно, она уехала, потому что нет возможности оставаться там, где вот эти воспоминания остались. Важно в этой книге то, что она не призывает за мир специально. Она не призывает ни за что не агитирует, ни в сторону кого-то. Она отменяет войну как вообще возможность. Это невозможно. Этого не должно быть. Этого не должно случиться нигде и никогда. Вот с этой важной мыслью я и хотел бы закончить свой рассказ и призвать вас полистать эту книгу. Но только, конечно, тех, кто готов прочитать такие вещи. Это действительно очень-очень страшное чтение. Потому что писал ребенок, писал честно и видел такое, что нельзя видеть не то, что детям и взрослым, и никому угодно. Не приведи Господь, как говорится. Читайте издательство «Время», «Муравей и Секлянной банки», «Чеченские дневники», 1994-2004 год. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.